Дионис Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дионис... Продолжение следует... 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 Они так горевали о гибели на охоте своего брата, что Зевс взял их на небо, превратив в звезды. Дионис и его свита С веселой толпой украшенных венками минат и сатиров ходит Дионис по всему свету, из страны в страну. Он идет впереди в венке из винограда, в его руках тирс, украшенный плющом. Вокруг него в быстрой пляске кружатся с пением и криками молодые минады. Скачут охмелевшие от вина неуклюжие сатиры с хвостами и козлиными ногами. За шествием везут на осле старика Селена, мудрого учителя Диониса. Он сильно охмелел, едва сидит на осле, опершись на лежащий около него мех с вином. Венок из плюща сполз на бок на его лысой голове. Покачиваясь, едет он, добродушно улыбаясь. Молодые сатиры идут около осторожно ступающего осла и бережно поддерживают старика, чтобы он не упал. Под звуки флейт, свирили и тимпанов, шумные шествия весело движутся в горах, среди тенистых лесов, по зеленым лужайкам. Весело идет по земле Дионис Вакх, все покоряя своей власти. Он учит людей разводить виноград и делать из его тяжелых спелых гроздей вино. Ликург Не везде признают власть Диониса. Часто приходится ему встречать и сопротивление, иногда силой покорять страны и города. Однажды, когда Дионис со своими спутницами-менадами весело пировал и плясал в тенистой долине, напал на него жестокий царь Эдонов Ликург. В ужасе разбежались минады, бросив на землю священные сосуды Диониса. Даже сам Дионис обратился в бегство. Спасаясь от преследования Ликурга, он бросился в море. Там укрыла его богиня Фетида. Отец Диониса, Зевс-громовержец, жестоко наказал Ликурга, осмелившегося оскорбить юного бога. Зевс ослепил Ликурга и уменьшил срок его жизни. Дочери Миния И в Архамене, в Беотии, не сразу признали бога Диониса. Явился в Архамен жрец Диониса Вакха и звал всех девушек и женщин в леса и горы на веселые празднества в честь бога вина. Но три дочери царя Миния не пошли на празднества. Они не хотели признавать Диониса богом. Все женщины Архамена ушли из города в тенистые леса. Увитые плющом, с тирсами в руках, они носились с громкими криками, подобно минадам, по горам и славили Диониса. А дочери царя Архамена сидели дома и спокойно пряли и ткали. Не хотели и слышать они ничего о боге Дионисе. Наступил вечер, солнце село, а дочери царя все еще не бросали работы. Торопясь во что бы то ни стало закончить ее. Вдруг чудо предстало перед их глазами. Раздались во дворце звуки тимпанов и флейт. Нити пряжи обратились в виноградные лозы, и тяжелые грозди повисли на них. Ткацкие станки зазеленели. Их густ обвил плющ. Всюду разлилось благоухание мирты и цветов. С удивлением глядели царские дочери на это чудо. Вдруг по всему дворцу, уже окутанному вечерними сумерками, засверкал зловещий свет факелов. Послышалось рыканье диких зверей. Во всех покоях дворца появились львы, пантеры, рысь и медведи. С грозным воем бегли они по дворцу и яростно сверкали глазами. В ужасе дочери царя старались спрятаться в самых дальних, в самых темных помещениях дворца, чтобы не видеть блеска факелов и не слышать рыканье зверей. Но все напрасно. Нигде не могут они укрыться. Тела царевин стали сжиматься. Покрылись серой мышиной шерстью. Вместо рук выросли крылья с тонкой перепонкой. Они обратились в летучих мышей. С тех пор скрываются они от дневного света в темных, сырых развалинах и пещерах. Тиренские морские разбойники Дионис покарал и тиренских морских разбойников. Но не столько за то, что они не признавали его богом, сколько за то зло, которое они хотели причинить ему, как простому смертному. Однажды стоял юный Дионис на берегу Лазурного моря. Морской ветерок ласково играл его темными кудрями и чуть шевелил складки пурпурного плаща, спадавшего со стройных плеч юного бога. Вдали в море показался корабль. Он быстро приближался к берегу. Когда корабль был уже близко, увидели моряки. Это были тиренские морские разбойники. Дивного юношу на пустынном берегу. Они быстро причалили, сошли на берег, схватили Диониса и увели его на корабль. Разбойники и не подозревали, что захватили в плен бога. Ликовали разбойники, что такая добыча попала им в руки. Они были уверены, что много золота выручат за столь прекрасного юношу, продав его в рабство. Придя на корабль, разбойники хотели заковать Диониса в тяжелые цепи, но они спадали с рук и ног юного бога. Он же сидел и глядел на разбойников со спокойной улыбкой. Когда Кормчий увидел, что цепи не держатся на руках юноши, он со страхом сказал своим товарищам, «Несчастные, что мы делаем? Уж не Бога ли хотим мы сковать? Смотрите, даже наш корабль едва держит его. Не сам ли Зевс это? Не Сребролуки или Аполлон, или колебатель земли Посейдон? Нет, не похож он на Смертного. Это один из богов, живущих на Светлом Олимпе. Отпустите его скорее, высадите его на землю, как бы ни созвал он буйных ветров и не поднял бы на море грозной бури». Но капитан со злобой ответил мудрому Кормчему. «Презренный, смотри, ветер попутный, быстро понесется корабль наш по волнам безбрежного моря, а юноше же мы позаботимся потом. Мы приплывем в Египет или на Кипр, или в далекую страну Гипербореев, и там продадим его. Пусть-ка там поищет этот юноша своих друзей и братьев. Нет, нам послали его боги». Подняли разбойники паруса, и корабль вышел в открытое море. Вдруг совершилось чудо. По кораблю заструилось благовонное вино, и весь воздух наполнился благоуханием. Разбойники оцепенели от изумления. Но вот на парусах зазеленели виноградные лозы с тяжелыми гроздьями, темно-зеленый плющ обвил мачту. Всюду появились прекрасные плоды. Уключенный весел обвили гирлянды цветов. Испуганные разбойники стали молить мудрого кормчего править скорее к берегу. Но поздно. Юноша превратился в льва, и с грозным рыканьем встал на палубе, яростно сверкая глазами. На палубе корабля появилась косматая медведица. Страшно оскалила она свою пасть. В ужасе бросились разбойники на корму и столпились вокруг кормчего. Громадным прыжком лев бросился на капитана и растерзал его. Потеряв надежду на спасение, разбойники один за другим кинулись в морские волны, а Дионис превратил их в дельфинов. Кормчего же пощадил Дионис. Он принял свой прежний образ и, приветливо улыбаясь, сказал кормчему «Не бойся, я полюбил тебя. Я Дионис, сын громовержца Зевса и дочери Кадма Семелы». Икарий Награждает Дионис людей, которые чтят его как Бога. Так он наградил Икария в Аттике, когда тот гостеприимно принял его. Дионис подарил ему виноградную лозу, и Икарий первый развел в Аттике виноград. Но печально была судьба Икария. Однажды он дал вина пастухам, а они, не зная, что такое опьянение, решили, что Икарий отравил их. Пастухи убили Икария, а тело его зарыли в горах. Дочь Икария Эрегона долго искала отца. Наконец, с помощью своей собаки Майры нашла она могилу Икария. В отчаянии повесилась несчастная Эрегона на том самом дереве, под которым лежало тело ее отца. Дионис взял Икария, Эрегону и ее собаку Майру на небо. С той поры горят они на небе ясную ночью. Это созвездия Валапаса, Девы и Большого Пса. Мидас Однажды веселый Дионис с шумной толпой минаты сатиров бродил по лесистым скалам Тмола в Афригии. Не было в свите Диониса лишь селена. Он отстал и, спотыкаясь на каждом шагу, сильно охмелевший, брел по фригийским полям. Увидели его крестьяне, связали гирляндами из цветов и отвели к царю Мидасу. Мидас тотчас узнал учителя Диониса, с почетом принял его в своем дворце и девять дней честовал роскошными перами. На десятый день Мидас сам отвел селена к Дионису. Обрадовался Дионис, увидев селена, и позволил Мидасу в награду за тот почет, который он оказал его учителю, выбрать себе любой дар. Тогда Мидас воскликнул. «О, великий бог Дионис! Сделай так, чтобы все, к чему я прикоснусь, превращалось в чистое золото!» Дионис исполнил желание Мидаса. Он пожалел лишь, что не избрал себе Мидас лучшего дара. Ликуя удалился Мидас. Радуясь полученному дару, срывает он зеленую ветвь с дуба, в золотую превращается ветвь в его руках. Срывает он в поле колосья, золотыми становятся они, и золотые в них зерна. Срывает он яблоко, яблоко обращается в золотое, словно оно из садов гесперит. Все, к чему не прикасался Мидас, тотчас обращалась в золото. Когда он мыл руки, вода стекала с них золотыми каплями. Ликует Мидас. Вот пришел он в свой дворец. Слуги приготовили счастливому Мидасу богатый пир. Но тут он понял, какой ужасный дар попросил у Диониса. От одного прикосновения Мидаса все обращалась в золото. Золотыми становились у него во рту и хлеб, и все яства, и вино. Понял Мидас, что придется ему погибнуть от голода. Простер он руки к небу и воскликнул, смилуйся, смилуйся, о Дионис, прости, я молю тебя о милости, возьми назад этот дар. Явился Дионис и сказал Мидасу, иди к истокам Пактола, там в его водах смой с тела этот дар и свою вину. Отправился Мидас по велению Диониса к истокам Пактола и погрузился в его чистые воды. С золотом заструились воды Пактола и смыли с тела Мидаса дар, полученный от Диониса. С тех пор златоносным стал Пактол.